Продолжение следует... Мне несколько страшно уводить вас от таких важных и глобальных проблем, которые обсуждали с трех предыдущих докладов, уводить вас на периферию. Уводить вас и рассказывать о том, как нервные... Говорить о головном мозге только в том смысле, в каком он влияет, нервные идущие, выходящие из центральной нервной системы, влияют на органы мишени. И способствует, как мы видим дальше, формированию функциональных характеристик. Но, наверное, свое оправдание могу сказать, что без нормального функционирования всех органов нашего тела невозможна нормальная работа такой сложной машины, как главный мозг. Прежде всего, я хочу ввести определение, что же такое нервная трофика. Что за такие таинственные трофические влияния? Надо сказать, что в мировой физиологии учения, экспериментальные исследования нервной трофики восходят к американскому ученому Олдеру Кэнону. А если обратиться к отечественным ученым, то, как вы видите, Иван Петрович Павлов считал, что каждый орган находится под тройным контролем нервов. Во-первых, это собственные нервы, которые вызывают, стартуют или прерывают функционирование этого органа, сокращение, скажем, мышцы. А во-вторых, это сосудистые, это влияние уже на функциональные свойства органа путем регуляции кровотока. И третье, как вы видите, трофические влияния, которые определяют использование органам веществ, которые приносят к ней боль. То есть, это, собственно, влияние воздействия на обмен веществ, но, как мы увидим дальше, вообще-то это как бы понятие шире. Мне очень нравится определение или термин, который ввел Арберия. Это не просто трофические влияния, а это адаптационно-трофические влияния. Потому что, как вы видите, он понимал под этим совокупность изменений, которые происходят в органе под влиянием, не только симпатических, как мы видим дальше, других нервов. И выражаются не только в изменении свойств самого органа, но также они адаптируют, приспосабливают орган к выполнению его специфических функций. Иными словами, нервная трофика – это долговременные нервные влияния, которые способствуют формированию структурных и функциональных свойств органов и действительно адаптируют его к выполнению функций. Надо сказать, что в своем докладе я пойду по классической схеме, и я буду рассматривать проблему нервной трофики, поскольку она влияет на развитие органов антогенеза, рост органов, дифференцировку клеток. И далее я покажу важность этой трофики с привлечением данных о том, как изменяются органы после денервации, как происходит их структурная и функциональная деградация. Я не могу охватить, естественно, всей широты проблем. Я не буду говорить о трофическом влиянии натурных нервов на скелетные мышцы. Наверняка этот вопрос рассматривался в симпозиуме, который организовал Борис Кирилл Шернгман. Я рассмотрю трофическое влияние симпатических нервов на скелетные мышцы, влияние тех же нервов на сосуды. И, наконец, в заключении я рассмотрю, как реализуются трофические влияния автономной нервной системы на миокарт. Надо сказать, что когда мы говорим о влиянии симпатических нервов на мышцы, то эти влияния можно разделить на острые и долговременные. И когда мы говорим об остром влиянии, то это то явление, которое открыли Арбели и его ученик Геницинский, как вы видите, в начале 20-х годов прошлого века, и то, что вошло в отечественную физиологию под названием «феномен Арбели Геницинского». Они провели довольно простой эксперимент. Они раздражали передние корешки свиного мозга. И вы видите здесь ритмичи ритмические, вы видите здесь сокращение икроножной мышцы лягушки. И здесь, допустим, через какое-то время мышца начинала уставать. И вот в момент этого уставания они проводили раздражение другого нервного входа. Они проводили раздражение симпатических волокон, которые идут к этой мышце. И как вы видите, в результате такого воздействия мышца получала второе дыхание. Амплитуда сокращения увеличивалась, ну и тоже наблюдалась при повторном. Таким образом получается, что вот такое острое влияние симпатических нервов, оно связано с повышением работоспособности мышцы. И в настоящее время уже понятно, что вот если мы говорим о механизмах этого явления, то мы можем сказать, что механизмы множественные, они реализуются как на пост, так и на прессе на оптическом уровне. Если мы говорим о постсинаптическом уровне, ну первое, что приходит на ум, это влияние норадреналина через бета-2 рецепторы, как сейчас установлено, на мобилизацию субстратов метаболизма, которые необходимы для энергетического снабжения мышечных сокращений. Но как мы видим дальше, влияние более разнонаправленное, потому что возможно, во-первых, воздействие на механизмы электромеханического сопряжения путем воздействия с форелированием реанодиновых рецепторов, других белков, таких как ламбан в медленных мышечных волокнах. Далее, сейчас уже показано, что те органисты, я не сразу не говорю, начиная с этих фуламинов, которые, соответственно, способны активировать диневоциклазу, а в принципе, вы понимаете, что в этом рецепторе это классический путь диневоциклаза, они регулируют трафикинг, соответственно, рециклирование холинорецепторов в постсинаптической области. Вчера Александр Олегович говорил о локальных пулах диневоциклаза, и в частности, на постсинаптической области нервно-мышечных синапсов тоже есть такие вот локальные домены, связанные с активностью этой системы, есть сложные белки, которые их локализуют, я не буду об этом говорить, но видно, что когда эта диневоциклазная, локальная диневоциклазная система активна, то рециклизация рецепторов направлена в основном на их встраивание в трисинаптическую мембрану, то есть они как и в этом с интернализацией, но не уходят, не деградируют. И в принципе, если мы говорим, какие же стимулы могут активировать эту диневоциклазную систему, но сразу могу сказать, что медиатор моторных волокон стилхолин этого делать не умеет, у стилхолина нет рецепторов, которые он не умеет активировать и диневоциклазу. Пожалуй, если мы говорим об естественном активаторе, это ацетанин-геноводственный пептин, который выделяется из моторных окончаний вместе со стилхолином, о чем говорила Ольга Петровна Балезина в своем докладе на совещании, и по тому же пути возможно действие бета-2-акониста. То есть мы видим многообразные пути реализации вот этого сигнала на пресинаптическом уровне. На пресинаптическом уровне, я считаю, нужно вспомнить работы Евгения Евгеньевича Непольского сотрудников, которые говорят о том, что действие норадреналина на пресинаптические окончания способствует синхронизации экзоцитоза квантомедиаторов. И вы понимаете, что в условиях такой синхронизации действие стилхолина на постсинаптическую мембрану будет более эффективным, то есть будет повышаться надежность нервно-мышечной передачи. Второй важный вопрос. Мы переходим теперь плавно от острого к хроническому влиянию, и тут мы зададим вопрос, откуда же берется норадреналин, который воздействует на пренаптические механизмы нервно-мышечной передачи. Согласно классическому представлению, основной мишенью симпатической иннервации в скелетной мышце являются сосуды. И, соответственно, опять же можно сказать, что норадреналин, который вытекает из области иннервации, в азобаторной иннервации, он дефундирует к нервно-мышечным синапсам и вызывает, соответственно, вот те самые процессы, о которых я говорила. Эту точку зрения никто, я думаю, охранник не сможет, но недавно появились данные, что на самом деле все обстоит несколько сложнее. Вот видите, это работа 2016 года, опубликованная в НАСС. И что сделали авторы этой работы? Они вот как раз и попытались показать, где же локализованы, где работают симпатические нервы в сосуд, в скелетной мышце. Ну, они поэтому делали множественное окрашивание на присинаптические белки, на, соответственно, холидергические рецепторы, вот видите здесь. Здесь, соответственно, окрашивание тирозин-гидроксилазу, которая, соответственно, естественно, красится вокруг сосудов. Но в то же время, когда сделали наложение, увидели, что достаточно большая часть тирозин-гидроксилазы, небольшая часть, она обнаруживается и в области нервно-мышечных синапсов. Это видно как в быстрой мышце, как в медленной мышце, с англовидной. И когда они навели статистику, оказалось, что практически все нервно-мышечные контакты красятся на тирозин-гидроксилазу. То есть там где-то как-то рядом расположены симпатические волокна. Следующим шагом они показали, что в области нервно-мышечных синапсов есть бета-2-рецепторы. Не просто бета-2-рецепторы, а функциональные бета-2-рецепторы. Они применили такой очень хороший, интересный анализ, называется ФРЭТ-анализ, то есть они пришили к бета-2-рецептору два белка флуоресцентных. И, в общем, путем сраба, когда действовал норавринолин на бета-2-рецептор, они, соответственно, появлялось свечение именно в той области, где происходит активация рецепторов. И опять мы видим холины-рецепторы, бета-2-рецепторы, то есть которые уже светятся в результате переноса энергии между белками. И вот наложение, которое говорит, что на постсинаптической мембране происходит активация бета-2-рецептора. То есть это частично может объяснить воздействие норавринолина на синапс, о чем я говорила раньше. Но если мы перейдем к хроническому воздействию, что же будет? Важны ли эти бета-2-рецепторы, этот симпатический вход для поддержания, долговременного поддержания функционального состояния нервно-мышечной передачи? И мы видим опять здесь, вот это синапсы в нормальной мышце. Сначала, когда производилась демервация, длительность всего 2 недели. И смотрите, вот это синапсы в контроле, вот это синапсы после демервации. Вот это как бы электрический ответ мышцы на раздражение моторных волокон в контроле, вот что происходит при демервации. То есть происходит нарушение нервно-мышечной передачи, которая может быть профилактически, так сказать, восстановлена путем введения агониста бета-2-рецепторов. И вот мы видим, идет на структурно-функциональном уровне, идет восстановление. Хорошо. Вопрос тогда возникает такой, а можно ли путем введения агонистов бета-2-рецепторов облегчить состояние нервно-мышечной передачи при различных заболеваниях? Надо сказать, что наблюдения эти имеются уже исходя из клинической практики, потому что было обнаружено, что больным, которым назначен прием введения органистов, в частности для лечения бронхиальной астмы, других каких-то поражений, соответственно, у них улучшается и функционирование скелетных мышц. И вот авторы этой работы, они, соответственно, что они сделали, они взяли мышей с миостынией и вводили им тот же самый органист бета-2-рецепторов всего, как вы видите, 10 дней. И, соответственно, вот эта норма, вот это вот миостынические дефективные синапсы, а вот это вот синапсы, которые, так сказать, получили вторую жизнь при длительной бета-2-рецептной стимуляции. Таким образом, подытоживая эту часть работы, я хочу сказать, что острое влияние симпатических мерок приводит к высшению работоспособности скелетной мышцы, а долговременное влияние необходимо для поддержания функциональных характеристик как самих мышц, так, соответственно, и синаптической передачи. Теперь я, соответственно, хочу перейти к второй части. О влиянии симпатическом, только на этом поле я, может быть, буду топтаться немножко больше, чем на остальных, потому что это сфера моих интересов, и, соответственно, я хочу сказать, буду говорить о тропическом влиянии симпатических нервов на гладкую мышцу сосудов. Сразу могу рассказать, что вот в данной части доклада я хочу донести до вас мысль, то, что тропическое влияние симпатических нервов, она адаптирует сосуды к выполнению их основной функции. Вот как это происходит? Это происходит путем влияния медиаторов, прежде всего, я буду говорить сегодня только о норадреналине, нет времени говорить о комедиаторах, соответственно, на такие важные процессы, как рост дифференцировки гладкой мышцы, формирование рецепторного аппарата, мембранный потенциал, ну и, наконец, собственно, на механизм взаимодействия кальция с сократительным аппаратом. Но на рост. Надо сказать, что тут мы восходим к работам, которые относятся к 80-м годам, к годам прошлого века, вообще была такая ученая, Розмари Билен, которые очень много работали на кроликах, потому что, когда проводишь исследования, то всегда очень важно выбрать, ну, как бы удачный объект. Вот они выбрали кроликов, у кроликов, как вы видите, два уха, соответственно, они в одном ухе, видите, да? В одном ухе они сосуды дегервировали, а во втором они оставались как бы интактами, дегервировали путем удаления верхней шейного гангля, то есть был опыт, контроль в одном кролике, и дальше можно было сравнивать. А они обнаружили, что действительно происходит уменьшение толщины стенки сосудов, в этом ухе, в таком дегервированном, не такое разветвленное сосудистое русло, то есть соответственно, вот неправильно, если это были молодые кролики, у них как бы были такие недостатки развития сосудистой сети в дегервированном ухе. Далее еще они показали, и дальше это уже как бы сейчас получило, как мы видим, развитие, что такое трофическое действие норадреналина обосредуется альфа-1 адренорецептором. Причем очень интересно, что вот у меня как-то очень долгое время не укладывалось, ну ладно, альфа-1, альфа-2 понятно. А зачем еще нужны подтипы, вот эти три подтипа, которые существуют для альфа-1 рецептором АВД, да? Вот они зачем нужны? Есть ли какое-то различное по функциям между ними? И вот когда мы говорим о сосудистой физиологии, то различие четкое есть. Потому что вот когда мы говорим о регуляции тунуса сосудов, мелких сосудов, которые регулируют кровоток в органах, то это альфа-1А рецепторы. Альфа-1Д работает, но только в крупных артериях, да? А вот в мелких, в собственном артериях, да, регуляторных, это альфа-1А рецепторы. Очень интересно, что уровень этих рецепторов вкладкой мышц сосудов торрелирует с плотностью иннервации. Чем гуще иннервация, тем больше рецепторы. То есть получается, что когда прорастают нервы, они как бы создают, вот формируют их влияние уже норадреналина, они, оно формирует на гладкой мышце рецепторный аппарат, который необходим для восприятия нервных влияний. Соответственно, если денервировать, то рецепт, как бы вот эта связь нарушается. Ну а что же делают БЭД-типы, да? БЭД-типы, как выяснилось, они регулируют уже, вот как раз через них реализуется трофическое влияние, да? Через них реализуется трофическое влияние нервов, потому что запускается вот этот стандартный каскад. Я, на самом деле, вчера, Александр Игоревич, еще раз посмотрела литературу сосудистой физиологии о нигде не нашего связи с БЭД-арестинами. То есть, соответственно, вот пока это не вошло тут, да? Вот. Ну и, соответственно, мы видим, что в культуре клеток у нас торрелиноцен через ВА1ВЭД рецепторы стимулируют пролиферацию клеток в незревой культуре. Очень интересно, что когда культура доходит, смыкается, образуется у нас слой, да, там уже другие законы начинают действовать, и там уже норадреналин начинает стимулировать не только, как уделение, сколько дифференцировку в клетках, потому что уже под его влиянием в клетках появляются белки специфичные для гладкой мышцы, гладкомышечный актин, гладкомышечный миозин, то есть гладкая мышца становится гладкой мышцей. Ну, а это снова как бы к сосудам, к развитию, потому что это вот там была культура, скажут, ну что такое культура, да, это искусственные, клетки другие в культуре, а вот это клетки в сосудах овец, ну это как вот притеран фитусис, да, то есть вот только как бы плоды, которые скоро родятся, да, то есть перед рождением, последней стадии развития. И вот они, значит, вот это вот сосуды из плодов, видно, что в них воздействие агонистов альфа-1, бэйтэр рецепторов приводит к активации метагин активированных протокинов гипертинки нас R1, R2. А, соответственно, в зрелых сосудах такого не происходит. И, соответственно, здесь, опять же, когда мы говорим о вот влиянии симпатических нервов на дифференцировку, то здесь я хочу сказать, во-первых, что вот даже в организме бывают сосуды, вот, например, сонная артерия у крыс, она вообще не нервирована, а бедринная и нервированная. И вот там, где есть нервы, там выше содержание, как мы видим, актина и миозина, миозина складкомышечного и актина. Ну, были такие, в общем, тоже интересные работы, когда выращивали артерию в эко-культуре с симпатическим ганглием. И вот когда из этого ганглия прорастали волокна и инервировались уже в гладкую мышцу, да, то в этой гладкой мышце было тоже увеличение содержания гладкого мышечного актина и миозина. Таким образом, получается, что? Получается, что альфа-1 рецепторы, как мы видим, они задействованы действительно в регуляции сокращения, а вот В и В подтипы через гиппы как раз норадреналин стимулирует профиль пролиферацию, рост дифференцировку гладкой мышцы. В ходе развития, я не показывала этого, плотности экспрессия альфа-1, В и В рецепторов снижается. То есть там не то, что снижается, а уменьшается их относительное количество. И возрастает более вот этих вот альфа-1, А рецепторов. Если денервировать сосуды, вообще вы знаете, что существует такой закон денервации, повышение чувствительности денервированных структур к медиатору. И вот сосуды, в принципе, денервированы, они более чувствительны к норадреналину. Но очень интересно, что они становятся более чувствительными именно в результате увеличения вот этих рецепторов. Не вот этих, а такое как бы патологическая генервационная гиперчувствительность реализуется в результате повышения вот этих рецепторов. Влияние на мембранный потенциал. Здесь тоже были в свое время, это не самые последние работы, но очень показательные. Что делали? Брали артерию крысенка и пересаживали ее в переднюю камеру глаза крыси-донора. Вы знаете, что передняя камера глаза, там есть иммунологический барьер, соответственно, ткань не отторгается. В качестве модели использовали крыс нормальных и крыс гипертоников. Есть такая линия крыс, в которых самопроизвольно развивается гипертония. И у этих крыс мембранный потенциал артерии ниже, чем у нормальных. И что оказалось? Если в артерию нормального крысенка подсадить к переднюю камеру глаза крыси-гипертонику, то когда прорастут нервы из того же верхнего шейного ганглия к глазу, и они будут иннервировать вот этот кусочек, который, соответственно, здесь будет, то у этого кусочка мембранный потенциал будет не такой, как у крысы-донора, а такой, как у крысы-хозяина. Ну и наоборот, если гипертонических сосудей посадить, как бы, крысы-гипертонику, то он тоже приобретет мембранный потенциал такой же, как у хозяина. И очень важно, что если глаз предварительно динервировать, удалить верхнейшие дни ганглии, то вот такой, как бы, передачи, как бы, приобретения хозяйского мембранного потенциала при этом не происходит. То есть, еще раз говорю, что симпатические нервы влияют на формирование потенциала. Ну и, пожалуй, самый такой сложный кусок – это о влиянии нервов симпатических на взаимодействие кальция с сократительным аппаратом. Я хочу сказать, что, тут я уже, как бы, хочу рассказать немножко о наших исследованиях. И первое, перед тем, как от них рассказывать уже о кальциях, о долгах сократительных, я хочу сказать, что, соответственно, вообще симпатическая нервация сосудов формируется у крыс только после рождения. Вот зеленая – это нервы, это окрашивание, такой стандартный метод окрашивания глиоксиловой кислотой. 5 дней нервов нет, 14 дней промежуточные, а вот к месяцу формируется уже взрослое сплетение. И, соответственно, логично было предположить, что вот эти вот, как бы, влияния, формирующиеся иннервации будут влиять на гладкую мышцу и изменять ее функциональные свойства. И вот, чтобы лучше понять, как бы, то, что я буду говорить на фоне следующих нескольких слайдов, вот я хочу задать вопрос, какая должна быть гладкая мышца, если мы регулируем ее тонус нервными влияниями? Нервные влияния быстрые, да? Соответственно, если это как бы быстрая регуляция, то есть гладкая мышца, в ней должны быть такие сократительные механизмы, которые будут обеспечивать быстрое сокращение и быстрое расслабление. То есть, нет, она не должна тормозить, да? Она должна быстро реагировать на нервные влияния. И вот, собственно, я и скажу, что вот такая быстрая регуляция, быстрый контроль тонуса, он и формируется под действием симпатических нервов. А прежде чем перейти уже к каким-то механизмам, я хочу показать рисунок, который в свое время меня очень впечатлил. Он и не только впечатлил, он у меня в свое время очень напряг, потому что моя аспирантка уехала в Германию, Вика Пуздрола. Она уехала в Германию, меряя мембраны, твой мембраны, извините, кальций в сосудах новорожденных крысят, вот, скажем, в возрасте до 7 дней. И пишет, начала писать мне как бы письмо за письмом. Ольга Сергеевна, мне ничего не работает. Мне ничего не работает. Когда мы посмотрели поближе, мы выяснили, что работает, потому что сосуды сокращаются. Мы когда капаем на них, соответственно, вот агомисты АП-1 адренорецепторов, да, такой вот агомин использовался, это вот как бы сосуд взрослой крысы сокращается, сосуд маленькой крысы сокращается, но при этом здесь кальций растет, а здесь повышения кальций не наблюдается. То есть получается, что, вот я сразу в заголовке подчеркнула слово дополнительного. Это не означает, что он как бы вообще для сокращения кальция не нужен. Ему не нужно дополнительное повышение кальция, потому что когда на него действует норадренолит через АП-1 рецепторы, там активируются сигнальные каскады, которые обеспечивают сокращение без дополнительного повышения кальция. Если мы говорим о классическом способе сокращения гладкой мышцы, мы знаем, что вот у нас есть как бы активация, есть миозин, он должен быть активирован фосфорилированием, для этого есть специальный фермент, и только после того, как миозин, его легкие цепи будут профосфорилированы, и, соответственно, он будет взаимодействовать с актином, будет сокращение. Когда нужно выключить сокращение, вот этот фермент фосфатаза, он депосфорилирует миозин, и, соответственно, происходит расслабление. Вот это классический способ взаимодействия, пульс, взаимодействия актина, миозин, а гладкой мышцы. Это так называемая кальций-зависимая регуляция, потому что она связана, ведь запускается, весит как бы каскад путем повышения кальция. Так вот, оказалось, что когда мы говорим о гладкой мышце, вот этот классический путь, к нему есть много важных дополнений, потому что есть много сигнальных путей. Вот это очень упрощенная картина, но вы видите, что есть много сигнальных путей, которые идут в обход вот этого кальциевого пути. Есть сигнальные пути, которые там активируют дополнительно фосфорилирование, есть, которые воздействуют на гладкую мышцу, есть вот как бы большинство регуляции при этом. Вот это, наверное, тоже есть какой-то очень важный принцип регуляции, что когда нужно что-то увеличить, то очень часто бывает так, что это достигается не путем активации, активирующего входа, извините за кавтологию, а путем выключения, как бы вы, отключателей. Вот Борис Стивович кивает, да, вот мышечная физиология, это вообще скоши рядом бытующий принцип. И поэтому здесь вы видите, что очень много из этих путей идет на ингибирование фосфатазы легких цепей миозина. То есть у нас получается, что при том же уровне кальция также активна киназа, но поскольку не происходит дефосфорилирование, то накапливается фосфорилированный миозин и сокращается. Сразу могу сказать из этого как бы две вещи. Первая вещь, что вот такие вот кальции, независимые, в кавычках, здесь на пути, они, как правило, медленные. То есть они способствуют поддержанию тонуса. То есть вот это не та вот быстрая регуляция, о которой я говорила, путем активации нервного входа. И второе, что я хочу отметить на этом рисунке, это вот фермент рокеназа. Это киназа, который активируется там малым жебелком РОА, и который, соответственно, является ингибитором, мощным ингибитором фосфорта за легкие цепи миозина. И мы показали, что вот действительно эта киназа, она очень важна, потому что, во-первых, уровень ее экспрессии у новорожденных крысят выше, чем у взрослых. И вот смотрите, как как бы реализуется. Если там было просто сокращение, тут представлена такая классическая диаграмма, соответственно, зависимости сокращения от кальция. Мы видим, что у взрослых крыс для того, чтобы произошло сокращение, необходимо повышение кальция, а у маленьких этого не нужно. То есть в процессе созревания симпатической иннервации приходит то, что сокращение становится менее кальций-зависимым. Или иными словами, говорят, что сократительный аппарат плоткомышечных клеток, он более чувствителен к кальциям, что ему как бы хватает небольшого количества кальция, и вот тут все равно происходит эффективное сокращение. Хорошо. Но дальше вы скажите, ну слушайте, что же вы говорите? Вообще-то в процессе развития происходит много чего. Как вы можете доказать, что это влияние симпатических нервов? Поэтому мы поставили эксперимент, когда животным от рождения вводили вещество, такой гуанитидин, которое предотвращало развитие нервов, у них симпатических нервов сосудов. И мы видим, что в возрасте почти взрослым 7-8 недель мы получали, соответственно, вот как бы таких взрослых крышек, не таких, а вот таких, да? Но без симпатических нервов сосудов. Что же было, во-первых? Во-первых, мы обнаружили, что в сосудах таких животных, если мы видим, что в ходе антогенеза экспрессия ротиназа снижается, здесь она увеличивалась, и если мы смотрим на соотношение кальций-сила, то мы видим, что при созревании все это поворачивается по часовой стрелке, а в результате генервации против часовой. Соответственно, получается, что генервация сосудов приводит действительно к увеличению вот так как бы вклада вот этих кальций-независимых в медленных регулярных механизмах регуляции вращения. Ну и, соответственно, как бы выводы из второй части работы, это то, что трофическое влияние симпатических нервов на кровеносные сосуды, что-то я тут напутала копипейстом, неважно, связано с изменением рецепторного аппарата, мембранного потенциала гладкомышечных клеток и снижением их кальций-чувствительности их сократительного аппарата. И вот такое как бы влияние необходимо... Да, вот, что-то у меня тут сбой пошел. Необходимо для формирования быстрого сократительного фенотипа гладкой мышцы, что обеспечивает эффективную регуляцию кровотока нервными влияниями. Ну и последний, как бы, раздел трофическое влияние автономной нервной системы на сердце. Мы рассмотрим влияние двух отделов, может быть, классику влияния симпатического отдела и остановимся на парасиметре. Ну, когда мы говорим о симпатической регуляции, мы знаем, что влияние, симпатические влияния на сердце последуются бета-адренорецепторами в основном, да? Если говорим о регуляции сократительной активности и хронотропного показателя, это бета-1. Ну вот, соответственно, оказалось, что если мы говорим о бета-эргической, бета-эргических трофических влияниях на миокард, то это, соответственно, бета-2 рецепторы. Что значит здесь видно? Видно, что после денировации, вот это 30 дней денировации, у нас происходит уменьшение массы миокарда у животных. Мы видим уменьшение размеров, это окраска на дистрофин, да, отдельных мышечных кардиомиоцитов. И, соответственно, когда вот, ну, как бы, всегда тогда, когда мы говорим об изменении массы мышечной ткани, то всегда встает вопрос, это что, увеличение синтеза или уменьшение деградации? Ну и наоборот, если уменьшение, то что это? Ну и, соответственно, в данном случае, опять же, у меня нет времени подробно все разбирать, но было показано, что это связано, вот такое отсутствие бета-эргических влияний, способствует, связано с увеличением деградации белка. Мы видим увеличение экспрессии бетвитин-легаз, которые, как бы, обеспечивают деградацию мышечных белков. И, опять же, этот эффект устранялся, вот, деградации сглаживались при хроническом виде геогониста бета-2 рецепторов, потому что это действительно бета-2 рецепторы. Таким образом, симпатические нервы влияют на миокард через бета-2 рецепторы, обеспечивают нормальный рост. Да, забыла сказать, что у мышей на каутных по бета-2 рецепторам масса миокарда уменьшена. И, соответственно, значит, вот, каких-то других регуляторных характеристик. О которых, я думаю, что еще предстоит узнать. Ну, а теперь альфа-рецепторы. Альфа-рецепторы — это сердце, это, знаете, более такая таинственная тема. Хотя мы видим, что у нас примерно альфа-1 рецепторы составляют примерно 10% от всех адренорецепторов сердца. Опять же, если мы обратимся к подтипам, у них есть, извините, острые эффекты, потому что все они, например, оказывают положительное инотропное влияние на миокард. Если мы посмотрим, какие подтипы альфа-1 фресируются в миокарде, это будут альфа-1А, альфа-1Б. Альфа-1Б даже в большем количестве. И мне это очень нравится, поскольку, помните, в сосудах были альфа-1Б рецепторы, да? Через них реализовывалось трофическое влияние. Альфа-1Д, как бы метных на кардиомиоцитах, они есть в коронарных сосудах. Что же они там делают? Оказалось, что они делают там очень важные вещи. И при этом они действительно участвуют в регуляции, в нормальной регуляции ростовых процессов миокарда и также оказывают защитное влияние от миокард. Вот если мы говорим о регуляции ростовых процессов, то это в основном альфа-1Б рецепторы. Они обеспечивают такую вот их активацию, обеспечивают такую, как говорят, физиологическую гипертрофию миокарда. Но это, знаете, это вот когда происходит увеличение объема миокарда в результате, как адаптация, опять же слово адаптация, да? К адаптации к повышенной функциональной нагрузке, к повышенной, скажем, у спортсменов, да? Которые тренируют аэробные возможности. Или же вот такой, более-то может быть, жизненный случай. Спортсменам и не все, не все дотренируемся до того, чтобы гипертрофировался миокард. Но как бы нормальной частью жизни любой женщины является время, когда она вынашивает ребенка, в силу тоже увеличенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему происходит гипертрофия миокарда. Ребенок рождается, сердце возвращается. И так вот сколько раз это случается, сколько раз это в жизни женщины происходит. И вот такая обратимость, она действительно отличает, отлично по механизмам, она отличает такой патологической гипертрофии, которая уже как бы приводит к нарушению миокарда. И еще раз говорю, что такая физиологическая гипертрофия, она реализуется в частности из-за влияния норадреналина через альфа-1b рецепторы. Вот альфа-1a рецепторы, они тоже работают в сердце, но они в основном работают как защитники сердца. Они работают как защитники сердца от вредных воздействий. Они защищают, подавляют апоптос, подавляют при каких-то вредных воздействиях. Их предварительная активация повышает устойчивость сердца к эшемии. То есть, в частности, они являются участником вот этого важного феномена прикондиционирования сердца, подготовки его, как бы, благодаря которому он становится имущественным вредным воздействием. Я не буду рассказывать этот смейт сразу, я просто хочу сказать, смотрите, сколько много сигнальных гипертрофийных от альфа-1b рецепторов в ядро, где, соответственно, они активируют транскрипцию генов и синтез белков, которые необходимы, в частности, для такой физиологической гипертрофии. И последнее, что я хочу сказать про альфа-1b рецепторы, что в последнее время появились данные, что довольно большая часть альфа-1b рецепторов, кардиомиоцетов, которые организованы в ядерной вибрании. То есть, это вообще такая вот, пожалуй, новая тема, когда говорят, что действительно, например, скажем, гетелиновые рецепторы, они локализованы в ядре, и воздействие гетелина на них внутри клетки приводит к кальциевым спайкам в ядре. Вот здесь, в принципе, мы видим, что... Вообще это как бы возникло, исходя от ферма гистохимического окрашивания, и, во-вторых, это возникло из того, что оказалось, что вот те, например, активаторы, вот для... Ну, классно, вот есть рецептор, да, нужно активировать его. И вот оказалось, что те активаторы, которые не проникают через клеточную мембрану, они не могут активировать эти рецепторы, да, и вызвать какие-то изменения в кардиомиоцетах. А те вот, которые активии, например, могут проникнуть, они вызывают. Так вот, оказалось, что норадреналин, он проникает в клетку, так он есть, как бы, переносчик органических катионов, универсальная транспортная молекула. Так он проникает через клеточную мембрану, проникает через наружную ядерную мембрану и достигает уже, соответственно, вот альфа-1 рецепторов, которые локализованы в внутренней ядерной мембране. И здесь уже, как видите, реализуется, как бы, вот эта передача сигнала непосредственно в ядро. Ну и что реализуется в синтезе белков необходимых и, соответственно, вот меранка, извините, белков, которые, соответственно, направлены на исправление функций миогарда, на адаптацию миогарда к текущим последствиям. Ну и последняя часть лекции, которая касается влияния парасимпатической системы. В принципе, это, пожалуй, такой нетривиальный момент. Я, может быть, я не скажу, что в литературе очень популярен этот термин, трофические парасимпатические влияния. И я бы сказала, что это в основном потому, что в основном, когда говорят о вагусной регуляции сердца, то говорят о влиянии ацетилкалина на М2-рецепторы. М2-рецепторы, это они там ингибируют аданилациклазу со всеми тормозными последствиями агронотропизма и агронотропизма сердечного. В то же время мы знаем, что мускариновые рецепторы делятся на 5 типов. И при этом в сердце обнаружено МРНК всех 5 типов. И вот тоже, как я говорю студентам, они делятся на четные и нечетные. Вот М2-М4, это действительно торможение аданилациклазы. А вот М1-М3-М5, да, это активация фосфолифаза Си. И, соответственно, когда активируется фосфолифаза Си, то тоже, возможно, я потом покажу, какие изменения. Но вот на этом слайде я хочу показать, что действительно кардиомиоциты красятся на М2. И довольно в сердце вот С1-3-5 оказалось довольно много третьего типа. Причем есть такой как бы феномен, он действительно установлен вот в группе Дениса Абрамочкина на нашей кафедре, недавно опубликован, что в сердце крыс на ранних этапах развития вот этот баланс соотношения М2-М3 сдвинуто в пользу М3. Вот здесь нормирована респрессия МК, М2-М3 рецепторов на М2, да. И, соответственно, за номером М2-М3 рецепторов, в общем, как у чего-то перепутано, да. Но, соответственно, у новорожденных крыс у них большее количество М3 рецепторов по сравнению с трехнедельными и по сравнению со взрослыми. То есть, соответственно, получается, что действительно эти рецепторы, они экспрессируются в основном на ранних стадиях антогенеза. И дальше было показано, что они опоследуют защитное влияние цитилхолина на кардиомиоциты при различных патологических воздействиях. Ну, например, если у мыши сделать инфаркт миокарда путем перевязки левой коронарной артерии, да, то в контроле мы не видим никаких участков омертвления. Вот это вот после, через какое-то время после шимии продолжительное, когда отмирает миокард. А вот если, например, одновременно с этим воздействием, с перевязкой артерии вводить холин, вот вообще-то, как бы, вот эти вот нечетные холинрецепторы, они для них органистом, кроме от стилхолина, является холин. И, соответственно, получается, что, как бы, зона поражения получается меньше. Если ввести блокатором три рецептора, то повреждения будет тоже больше. То есть вот это вот у нас многоктроль, вот это так защищает размер зоны, уменьшает зону инфарктов холин, а вот так вот, как бы снимает процессорное действие холина, антагонист М3 холинрецепторов. Ну и совсем в заключении я хочу показать схему, опять же, без ее полной расшифровки, как многообразные пути, которые могут активироваться, это вот М3-рецепторы. И как мы видим, что действительно путем активации этих путей, они подавляют патологическую гипертрофию миокарда, повышают устойчивость к ишине и реперфузии, повышают проводимость миокарда, подавление аритмии, что еще, в принципе, вот для стилхолина еще в 80-е годы показал Леонид Валентинович Резенштрафов в своих работах. И, соответственно, когда заканчивая влияние симпатических нервов и автономной нервной системы на миокарда, я обозначаю, что когда мы говорим о симпатических нервах, это ВТ2 и Альфа-1 рецепторы, когда мы говорим о паре симпатических нервах, это М3-холинрецепторы. И вот тут мы подошли уже к самому концу, осталось сделать, пожалуй, два таких коротких заключения. Но первое заключение состоит в том, что, как вы видите, как многообразные тратические или, опять же говорю, правильнее говорить, адаптационно-тратические влияния автономных нервов на самые различные органы мишени. И вот они действительно нужны для формирования структурных функциональных характеристик в процессе антогенеза, для поддержания вот этих свойств органов уже в течение дальнейшей жизни. И какие-то есть важные следствия из этого. Вот об этом как бы постоянно пишется в статьях, когда вот какие-то статьи публикуются про развитие. Но как-то вот все дальше этих статей никуда не уходит. Когда мы говорим о такой важной области медицины, как фармакология. Вот мало того, что вся наша фармакология, это мужская фармакология, потому что вся доклиника и клиника делается либо на самцах крыс, либо на добровольцах мужского пола. Так вот, надо сказать, она в принципе очень часто оказывается непригодной для лечения, для использования в женском организме. Причем, например, у меня даже какие-то специальные лекарства, которые влияют на женскую сферу, а вот просто даже дозировках и так далее. А уж если мы говорим о развивающемся организме, вы понимаете, что тут нужна специальная детская фармакология, которая в принципе, вот если она и существует, то только в самом начатке развития. Потому что вы понимаете, что если проводить вот какая-то функция, вышла из-под контроля, и надо проводить ее коррекцию, то поскольку механизмы совершенно разные, вот скажем, регуляции сосудов, регуляции сердца, в рожденном организме и во взрослом, то есть маленькое сердце новорожденного крысенка это не просто маленькое взрослое сердце, оно другое. И поэтому для коррекции его функций необходимы воздействия на другие рецепторы. А иногда воздействия вообще на принципиально другие механизмы регуляторные, как мы видим на примере регуляции сосудов, потому что, скажем, бесполезно лечить гиперсократимость сосудов у маленького животного, у маленького человечка путем воздействия, скажем, на кальциевые каналы. Нужно давить те внутриклеточные сигнальные пути, которые обеспечивают сокращение вот этих вот незрелых сосудов. Это первая, как бы, соответственно, часть. И второе заключение я хочу сказать, что хотя я увела в своем рассказе вас действительно из центра на периферию, но я надеюсь, что действительно все-таки я донесла до вас, что симпатичные, вот как бы, что графические влияния, они важны. И, в общем-то, без них действительно невозможна работа такой сложной машины, как наш головной мозг. Ну и совсем в заключение я хочу сказать, что еще сказать вам большое спасибо за внимание. Здесь мы видим очень много молодых людей. Я хочу сказать, что, ребята, вам особое спасибо. И я очень завидую вам, потому что именно вот сейчас уже известно много нового, но, в общем, за вами будущее. И я желаю вам больших успехов на этом пути. И я хочу сказать, что любите нашу физиологическую науку, как любим ее мы, ваши старшие товарищи. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Виталий Георгиевна. Ну, есть время для какого-то количества вопросов? Да. Ольга Сергеевна, а можно хотя бы от перечисления, сказать несколько слов про то-медиатор? По-моему, это очень важно. Да, это очень важно, потому что я просто очень люблю эту тему, но из-за... Значит, ну, когда мы говорим о ко-медиаторах симпатических небов, да, то это аденозем-трифосфат, НПВА, НЕРП-ТИ-2. И, соответственно, все три ко-медиатора, они также, как бы все два ко-медиатора, они также оказывают трофическое действие, потому что, например, НПВА имеет выраженное влияние на ангиогенез, да, а, соответственно, когда мы говорим о куринах, то тут вообще возможна реализация очень широкого спектра влияния, поскольку у куринах очень много рецепторов, да, и, в частности, так же, как исходно было показано влияние и НПВА, и аденозем-трифосфата на пролиферацию клеток, да, и, в принципе, показано, что очень важно здесь, вот когда мы затрагиваем тему ко-медиаторов, да, важно, что они, их действия не аддитивные, они потенцируют друг друга, и поэтому, действительно, когда мы говорим о симпатической регуляции в России и в России, то необходимо учитывать, что есть, как бы, не один механизм воздействия много, и вот вместе они работают лучше всего. А про парасимпатическую? А про парасимпатическую там есть, соответственно, кроме ацетилхолина, если мы говорим о парасимпатических нервах, для, если мы говорим о моторных, там CGRP, да, вот кальстанин, генрозственный пептид. Когда мы говорим о парасимпатических, то там у нас таким классическим спутником является лозоактивный инфестинальный пептид, да, вот, честно говоря, я не знаю о его влиянии, но судя по тому, что он тоже является мощным активатором аденеватсоклаза, то, соответственно, здесь оно возможно. То есть я не встречала просто статей, вот, где вы писали, вот, связывали нервную трофику, да, с базовозоактивным инфестинальным пептидом. Но в то же время известно, что вот эта вот, как бы, смычка ацетилхолин и ВИП, она очень важна для регуляции, потому что ацетилхолин, он классического механизма тормозит аденеватсоклазу в парадемиоцетах, а ВИП ее увеличивает. И ВИП выделяется при высокой частоте стимуляции. И поэтому получается такой, как бы, механизм отрицательной обратной связи, что если влияние не очень интенсивное, то мы имеем дело с торможением, да. А если влияние очень интенсивное, то появляется механизм, который тормозит, в частности, вот эта классика по ускользанию сердца из-под вагусного влияния, вот, может быть, она с этим тоже связана. А самотостатин-то тут еще был, да? А, самотостатин, да, самостатин есть везде на самом деле, да, но я просто, вот, опять же, применительная ацетилхолина, классический пример, это, так сказать, органы половой сферы, да, где там вообще базомоторные, вот, базомоторные антинервы, которые нормируют гладкомышечные ткани, выделяют не столько ацетилхолинскую, как ацетозу. Поэтому происходят вот всякие важные реакции. Спасибо. Дмитрий Семенович, вы старательно обошли в вашей лекции один чрезвычайно интригующий и совершенно современный аспект симпатической трофики, и не только трофики. речь идет о том, о вопросе, который всегда стоял в медитативной физиологии, а именно, мы активируем органы мишей, ну, в данном случае, допустим, спиритные мышцы. Вот мы и побежали. И дальше обеспечение этого вот самого вега от чего зависит? От того, как работает сама мышца, от сигналов самой мышцы или от сигналов центральных напрямую? Это вечный вопрос, который сейчас решается частично, конечно, через теорию или понятие о метабой рефлекс. Ну, это да, я просто слушаю, я могу тревать, да, потому что я понимаю, о чем вы говорите, да. Так вот вопрос такой, мы хорошо понимаем, что сейчас и эти данные накапливаются, что так называемые адаптивные эффекты скелетной мышцы при тренировке, например, при других состояниях, ну, при тренировке самое простое, они, как ни странно, часто вот сейчас накапливаются данные, управляются системой протенкиназа А и, соответственно, ну, выше это β2. Да. А это значит, что? Это рефлекторно от мышцы пошла активация симпатической трогики или из центра, так сказать, напрямую кто-то командовал? Ну, на самом деле, и то есть, и вопрос понятен, и вопрос идет о том, почему увеличиваются симпатические влияния на мышцы, да. Естественно, ответ как бы два раза да, что да, есть центральная команда, которая как бы запускает симпатичную симпатическую систему в начале. Если мы говорим о поддержании, то я бы сказала, что все-таки там очень велик вклад тех влияний, которые активны, как бы активация афферентов путем изменения химического состава. Да, и вот применительно к вопросу Константину Владимировича я хотела сказать, что здесь есть еще один очень интересный аспект, потому что известно, что когда скелетная мысль, это аспект влияния аденозин-трифосфата, может быть, тропическим, на скелетные мышцы, потому что кто-то еще не исследовал особо. Мы исследовали, но я знаю работу Ольги Петровны полезенную, но как бы соответственно, потому что когда мышца работает, накапливается в ее интерстиции огромное количество аденозин-трифосфата, который в частности и активирует сенсорные волокна, но в частности может влиять и на сами мышечные волокна. Вопросы-то действительно, если изучаются, то изучим. Николай Юрьевич. Николай Юрьевич, скажите, пожалуйста, где-то в середине доклада, когда Вы говорили о рецепторах, Вы сказали, что в этом случае работает по один рецептор, в этом случае два. Есть причина, их там просто нет в других, или есть механизм, который обеспечивает каким-то образом избирательность действуя на одни рецепторы и нет действуя на другие. Я говорила, да, спасибо за вопрос. Я говорила не столько А1, А2, я говорила по типах А1. Да, А, В, И, Л, да. Я думаю, что здесь опять же, что то, что сейчас говорится, говорится о том, что когда мы говорим о вообще всех А1, А1 рецепторах, скажем, в молодых сосудах меньше, чем во взрослых, да? Но если мы попросим и посмотрим на соотношение, то в возрослых сосудах будет как бы много А1, А рецепторов, да, потому что они нужны для, особенно в реабилированных сосудах, они нужны для выполнения сократительной функции. Если мы говорим о новорожденных сосудах, там будет, их всех как бы мало, но меньше всего будет А1, А, будет больше А1. Это просто соотношение числа рецепторов, но не есть какая-то избирательная чувствительность одних рецепторов и погашение чувствительности. Ну, дело в том, что вот, насколько я знаю, что вот с селективными агонистами-антагонистами под типом А1 довольно сложно, да, что их как раз для того, чтобы показать все эти вещи для их активации чего-то, антагонисты получше, а вот с агонистами локая, то как раз это делается с привлечением нокаутных моделей, да, и вот, соответственно, смотрят, какие рецепторы у каких мышей, у каких будет сокращение в этих моделях. Спасибо. Спасибо, Ольга Сергеевна. Если у школьников больше нет вопросов, тогда, наверное, мы поблагодарим и Ольгу Сергеевну. Мы не даем всех сегодняшних докладчиков тоже еще раз поблагодарим. Большое спасибо.